Ты как-то просто говоришь. Для меня вот лично твои ролики, твои разговоры для меня как-то легко воспринимаются. Вот если Левашов, он там много по-научному говорил, да? Да. Ну хотя он тоже просто говорил, но он все равно много чего, честно скажу. Апеллировал очень многими и терминами, и ударениями, да, он нагрузку смысловую большую давал. Много, и даже вот я вот смотрел по 3, 4, по 5 роликов, и твоих даже смотрю, знаешь, ну раз по 3, по 4 раза. Я их смотрю, и каждый раз вот посмотрел, вроде бы все понял. Потом раз смотрю, ничего нового у тебя не вышло. Думаю, ладно, посмотри еще раз старый. Блин, опять смотрю, опять вроде там, опять, раз, 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 опять вроде, блин, ну вот этого я уже не помню. Ага. То есть сразу информация, она может и не укладывается, знаешь? Как-то ты вроде понял, про что говорят. А вроде пару деталей, раз, вылетело, знаешь? А потом, когда на второй, на третий раз то же самое видео смотришь, и вот как раз вот эти детали всплывают опять, знаешь? Потом думаешь, ага, а в тот раз вот почему-то я это не заметил. И вот у меня вот такое, почему, не знаю, или может у меня просто... Нет, это я вот даже те лекции, которые слушал, вот очень симпатичен, это Сергей Данилов, особенно с его первыми лекциями. И я его буквально лекции затирал свои уши, то есть я повторно ставил. Потом, когда вот узнал про Сережу Тарасова, я, еще мы с ним не были знакомы, но я его ролики тоже свои уши затирал. Причем я всегда позиционируюсь с тем человеком, который не перестает учиться. То есть там сложилось впечатление, что он носится и якает, ничего подобного. Якает, это оберег включается. А на самом деле я всегда стараюсь внимательно отнестись вообще абсолютно. Особенно детей обожаю. Дети выдают иногда такие перлы, что просто голова кругом идет. Это от восхищения, насколько все правильно, то что я думал. Ну, реинкарнация, грубо говоря, мягко выражаясь. Вот поэтому, да вот палец Данилова, в частности, я один и тот же ролик просто собирал по крупицам. Но в моем случае было, почему лично для себя слушать других лекторов непросто. Не просто. Связано это с тем, что когда играешь в компьютерную игру, отвлекайся. И просто вот этот момент, 2-3 секунды, можно потерять какую-то фразу, предложение или ударение. И при новом прослушивании его как бы слышишь. А, ты что, ты слушаешь и играл одновременно? Да, 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 вот в чем была задача. Причем я, да, причем я подчеркиваю, что я играл иногда в 2, а иногда в 3 онлайновые игры одновременно. То есть у меня было запущено 3 онлайновые игры. Допустим, Warcraft, там Prefect World и, к примеру, Alloda Online. А посередине был из этих трех окошек проигрыватель этого, Ютуба. И я слушал ролики, смотрел на Ютуб и штрикал в 3 окна. Ну, кто-то скажет безумец, а я скажу, для моих, как я скажу, пафосно и высокомерно, для моих мозгов нужна мега-нагрузка. Не, ну почему нет? Я лично вполне воспринимаю, если у тебя, как говорится, если ты это, тянь, тянули твои мозги это, что в 2-3 игры плюс еще Бог и слушает что-то, почему нет? Если у тебя это получалось, если у тебя эффект был, почему нет? Я лично, как говорится, я ничего против этого, как? Если я узнаю, просто... Я, допустим, так не смог, да? Я беру, я просто вижу... А вот, Слав, это... Да, да, да. Один вопрос. Вот смотри, прививки, вот детям же это не надо, правильно? Ну, по большому счету, идеально, конечно, не надо. У меня вот сын родился, я успел, это как, не успел, а прозевал, можно сказать. Одну ему успели вроде поставить или две, но больше я ему не ставил. Это тоже вот Клевашов, когда я посмотрел. Когда он говорил, что первый способ, когда его спросили, как защитить детей вообще, чтобы они были здоровы, он говорит, первое, что вам надо, это, говорит, не ставить прививки. И вот у меня вот сейчас доча родилась, вот ей сейчас будет 26 декабря 2 годика, то она у меня вообще, сколько я с этими врачами тут ругаюсь постоянно, они вот прививки, типа, то в садик не возьмем, и я говорю, возьмете, куда вы денетесь, не надо мне ваш садик. И вот дочка у меня ни одной прививки не получила. Так она вот сейчас полтора годика, она уже разговаривает по-русски. Уже пытается по-немецки там болякать, слышит от старшего сына. Дома там мы только по-русски, а в школе то, что им надо, то там... Правильно, правильно, это замечательно, если будет две речи. Конечно, я тоже так считаю. Тут много просто русских, вот, ну как, союза, да, там. И с Украины у меня есть знакомые, и с Казахстана, и с Россией, и я сам в Сибири. У меня хотя папа, бабушка, они с Украины тоже родились. Все пошло с Украины. Древние Украины зародили цивилизацию. А Харьков столица до 600. Нет, ну для меня-то это, знаешь, некоторые вот сейчас с этим конфликтом, да, У меня тоже, сперва, как говорится, врать не буду, да, как честно скажу. То, что там вот... Это уже это я понимаю, что каких-то нас просто стравлют, уничтожают против фрат, против фрат. Да, да, да. Поэтому, как говорится, это... У меня насчет этого никаких этих иллюзий там уже прошли они все. Просто в моем понимании, даже вот те же немцы, то есть у нормальных немцев посмотришь, есть, конечно, хотя я говорю, они на 60-70 процентов, ну как, мое опять мнение, я могу ошибаться, но они как зомби, ну действительно, знаешь, ему одно, ему другое. Пытаешься даже на работе с ним вот так вот логически поговорить, у них логика, знаешь, короткая, вроде на два шага. Все, а дальше или не интересует, или у него как бы топором ему рубят, и все. Я уже как-то и перестал, ищу только подходящий, знаешь, если вот вижу, ага, можно поговорить там с теми на такую-такую-то тему, то начинаю. А если вижу, что человек уже сразу как это, тем более еще если немец, то думаю, все, не надо, не держу себе портить, и расстраиваться, думаю, все равно ничего не получится. Да, надо как-то, да, это тяжело, надо вот и для них какие-то, и они любят, да, вот образное мышление, только славяно-язычные могут спокойно это воспринимать. Да, да, вот я говорю, вот у них вот что, вот они все здесь, вот даже телевизор, приди вот в Германию вечером, я его практически не смотрю, да тут нечего, тут одни убийства вот эти, фильмы криминальные, а ты негатив, понимаешь, тут даже действительно нечего посмотреть. Или вот как у меня жена смотрит, ну она с Казахстана приехала, она в 6 лет здесь выросла, она со мной когда познакомилась, я не по-немецки, не по-бому-бому, она, ну, по-русски так, слышала дома от своих двух старших братьев, а так, ей надо было подумать, что сказать. Класс. Я по-немецки путем не могу, она по-русски путем не может, ну сейчас-то она уже и разговаривает, и писать научилась все по-русски, уже все... Ой, как здорово. И это, и вот как мы общались, да, тоже вот, жене, допустим, я вот про тебя тоже начинаю говорить, жена как меня всегда слушает, да, она все равно как не отвергает, не говорит, что это квач, все равно как заслушивается, спрашивает ей, там, объясняю, от Левашова так же вот с твоими роликами, я говорю, смотри, это то, 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 ну как, жена прислушивается, не знаю, врать не буду, верит она, не верит она. А вот я говорю, что детей не крестил, потому что знаю, что это все ерунда, прививки не ставил, вот, думал, сейчас вот, когда ты говорил, этот, оберег вот я хотел спросить, а тем отошел, обереги, ты говорил, что лучше самому своего серебра, да, сделать, если есть? Если есть возможность, ну, я там спецвыпуск выпустил, там несколько... А есть у тебя, да, есть такой уже? Спецвыпуск? Сейчас. Да. Меня просто заваливали, и вот я думал, что он не поможет, оказалось, что после спецвыпуска вот эти письма прекратились, то есть, когда я в двух словах тему стронул, посыпался поток писем, я потом понял, что надо снимать срочно ролик, где детально объяснить это. Приходит все равно, вот сейчас незначительно, но в основном приходит, помогите рассчитать таблицу, то есть есть в интернете таблица. Вот ты сейчас говоришь, я вспоминаю, да, 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 точно. Где-то же, по-моему, это у тебя была таблица или у кого-то другого? Ну, да, это согласно славяно-арийским ведам она рассчитана максимально верно, насколько нам оккупанты позволили. Сейчас найду спецвыпуск, так, 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 три секунды, про обереги, так, так, спецвыпуск, сейчас сниму, создаточиться сейчас. У меня есть, у меня друг ездил когда в Украину, он с Белой Церкви оттуда, и он ездил вроде по-моему, вот сейчас врать не буду, или в Крым, или в Одессу, еще тогда, когда Крым украинский был. Вот сейчас врать не буду, вот, или в Одессу, или в Украину, в Крым он ездил, и он привез эти обереги. Ну, там, как, ну, они как с такого металла, как темный металл какой-то, как, я не знаю, как вылитый просто. Вот у меня сын один такой носит, я не знаю, или, ну, это, я хотел спросить, с дерева, допустим, если я с дуба сам вырежу, допустим, вот так, в свет. Да, запросто, конечно. Он тоже будет, да? Да, конечно, тут же, дело, как, в моем мнении, вот, не знаю, прав, нет, вот, в моем мнении, вот, я тоже думал, как говорится, сам, если как ты в него в душу вложил, да, с любовью сделал, и, там, допустим, сделал, в душу вложил, и потом ребенку дал, или жене, там, да, чтобы они носили. Я, все равно, как, вот эта энергия будет, да, положительная? Да, я, по-моему, в ролике не успел сказать, но в письмах говорил, а может, я тебе сейчас скинул ссылку на вот этого парня, Женю, Альби, Мак, или как, на спецвыпуск. Но если я в спецвыпуске не произнес эти слова, я их сейчас произнесу, при создании, при желании получить себе оберег, боги тебя возьмут за руку и будут вести, и ты ни в чем не ошибешься. То есть, если у тебя уже появилось желание, намерение, будь уверен, что ты все сделаешь правильно. То есть, да, дерево, дерево, металл, металл, на самом деле, надо там с каждым человеком работать самостоятельно. Да, то есть, кому-то дерево, кому-то серебро. Дело в том, что серебро, оно, как это сказать, как это слово у меня вылетело? Ко всем подходит? Да, 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 это абсолютно ко всем. Единственное, кому не подходит, это к купырям они могут, еще серебро у них может ожог оставить. У нас просто здесь, вот я в кассере живу, у нас тут в основном или турки вот этим золотом занимаются, или еще кто-то. Вот я не знаю, то, что, сначала думал, отнести свое серебро, у меня там есть там цепочки, с рук цепочки идти. Думал, муж им как-то это, слышишь, Слав? Да, 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 вот думал, муж им как-то отнести, а потом думаю, они же как-то, все равно вроде и не славяне, Да, правильно думаешь, правильно думаешь. Сделают они или не сделают, но лучше, я думаю, сам как подумал, думаю, пойду с дуба старый сучок сухой выберу, чтобы дерево не ломать, сухой уже отмерзший отпилю, может как-нибудь там, и выстругаю там, может, оберег как себе, там, вырежу там, может, этот значок там какой-нибудь. Так, а сейчас еще, раз ты по теме, это оберегов, ты сталкивался, я обозначал, что ты можешь самостоятельно, ну вот у нас сейчас есть древний, ой, у нас есть классический знак зодиака, допустим, я по нему козерог, а по древней нашему славянскому ведическому ворон, и вот я сейчас тебе скину ссылку на сайт, где можно самостоятельно высчитать, то есть ты там вбиваешь год, дату рождения, нажимаешь кнопку посчитать, и тебе, как бы, сайт автоматически высчитывает, то есть у наших предков было 16 знаков зодиака, на наш манер чертогов, не знаю, сталкивался ты с подобной информацией или нет? Краем, краем буквы, вроде будут, краем буквы. Вот, то есть в двух словах сейчас быстренько пробегусь, 16 у нас знаков зодиака, а именно чертогов, чертог девы, вепря, щуки, лебеди, змея, ворона, медведя, бусла, бусла, это аст, волка, лисы, тура, лося, финиста, финист, это сокол, коня, орла, раса, раса это леопард, вот, то есть я скинул ссылку, то есть ты можешь самостоятельно посчитать, и уже, когда узнаешь свой чертог, тогда уже можно это под чертог делать. Ну вот у меня друг Александр, он как бы и сварага себе сделал, и чертога, и люди спрашивают, а можно ли несколько носить? Я говорю, доходило вплоть до того, что на запястье могла быть кожаная ленточка, на которых могли быть в миниатюрной форме очень большое количество по кругу наших этих древних славянских оберегов, там, и в чертоге, в каком ты родился, и своего бога, и так далее, то есть, в данном случае, маслом каша не будет испорчена, вот, то есть... Надо и будет, время будет, я еще раз конкретно сяду, просмотрю все это, займусь этим делом. Благодарю, но хорошо, что ты мне скинул это все. Теперь займусь обязательно. А вот я думал, я говорю, серебро-то есть, а потом думал, кому его дать, ну, кто мне сделает. Вот эти турки, которые мусульманцы, там, вообще, все это, думаю, это не то будет. Ну, с турками... Да. На крайняк, думаю, лучше сам это все как-нибудь выцарапаю, думаю, и то толку больше будет. Да, столько. А теперь, теперь, если ты мне ссылку, да, посмотрю обязательно, пока не разберусь, не буду делать. А потом, хочу все-таки, ну, попробовать, может, самому сделать. Себе, детям, и жене. Ну, ты же тоже в ролике в одном, может, и слышал фразу, что я... Там у меня много китов было, благодаря которым я записал свой самый первый ролик. Так, ну, есть, я его уже перезалил через полгода. Ты сталкивался с роликом, вообще, благодаря которому я вошел в мединное пространство? Перезагрузка? Да, ну, не, это уже было второй. Перезагрузка именно как название? Сотовая земля перезагрузка, ты имеешь в виду, да? Да. А, был до него другой, благодаря которому все это началось. Значит, есть он на старом канале, но я всегда стараюсь давать тот, который я перезал, свежий вариант. Разница лишь в визуальной подаче и в качестве записи. То есть, уже за полгода, овладев большим количеством программ, я свой собственный ролик перезаписал. Вот я сейчас на него ссылку сделаю. С этого ролика все закрутилось и завертелось. То есть, когда я в этом ролике озвучил 25 апреля те вещи, которые я озвучил, благодаря ему я прорвался. Вот, ну, его долго не получалось озвучить. И вот один из китов, это все-таки была звезда сварога. Когда я ее одел, я как бы пошел в нужном направлении. То есть, я понимал, мне два года... Самое интересное, что мне два года не удавалось ее создать. Ну, может, там еще много было составляющих, возраст там и так далее. Еще какие-то другие аспекты. Не стоит говорить, что только звезда сварога помогла. Но то, что это белый камушек на большие весы, она дала важный перевес, это однозначно. Поэтому обереги рекомендуем. Желательно, конечно. Да, я говорю, вот еще до твоих роликов, до того, как я с твоим видео познакомился, это тоже же смотрел насчет оберегов, там, туда-сюда, ну, знаешь, да, сейчас же столько слива, сброса, вот это все про славянское. Потому что, знаешь, мне путают, ну, да, людей путают, да, просто. И уже сам уже как нереально думаешь, столько все про славянское, столько все про это и это, и это по-своему. Вот как этот, вот с которым, ну, это, твой сайт, этот парень с севера, да. Да, 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 да. Я его тоже посмотрел, вот, опровержение Котлерово. Вот он там говорит, так вот, то-то-то. Я, знаешь, у бредов, ну, да, я все равно досмотрю до конца его, что он говорит. Потом посмотрел этого Рыбникова, как они опровергают, там, с каким-то парнем. Да, да, да. И когда ты, твой ролик, это от тебя, вот, а ты ему говоришь, во, признали, что земля, сотовая. Я говорю, люди, ну, раз даже говорят то же самое, вот, действительно, почему они не включаются? Почему у них раз не включаются, что, они же про то же и говорят, что ты же говоришь. Да, ну... А с другой стороны, опять тебя же как-то пытается. Нет, ну, в двух словах, там же есть монтаж. Просто когда Рыбников сказал, что я работаю на Рокфеллеров или на кого-то, там, не помню, на кого я должен работать, и мне за это деньги платят, я после этого выложил шуточную ковер-версию. То есть я взял его оригинальный ролик, поубирал все ненужное и смонтировал, что он говорит то, что мне нужно. Да, 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 вот этот ролик я и смотрел. Ну, парадокс в том, что он на самом деле, так как, вот парадокс в том, что он на самом деле все говорит правильно, только выводы делать неправильно. Вот это солнце, да, то есть солнце, когда он показывает, ведь он же все правильно видел на этом Тикси или где он был, что солнце ходит по кругу и никуда не уходит. Даже вот есть сколько видео, что оно реально ходит по кругу. А вывод все равно этот... А парень в России, Вася, я же говорю, это был один из первых людей, которому я как бы захотел передать знания, потому что он был медийное лицо, а я не знал просто как выйти в эфир. Я к ним присматривался, подойдет он или не подойдет. Ну, вот. И вообще, в принципе, вот если там запись пойдет, было бы хорошо. Это звучит так. Так, практически все лекторы, практически все лекторы, они, ну не практически все там, огромное сейчас количество лекторов, если они слышат, что есть сотовая земля и начинают опровергать ее, значит они уже заведомо людей ведут не в то направлением, не той дорогой. То есть, сотовая земля это истинное положение вещей, и она легко проверяется. О, кстати, мне нравится, многие лекторы говорят это, если не верите, проверяйте сами. Вот я тоже на запись скажу, те, кто не верит, что земля сотовая и в соседних ячейках за антарктическим кругом находятся новые земли, проверяйте сами, пожалуйста. Ну, я, конечно, понимаю, что это как бы шутка юмора, но самое легко проверить, это, конечно, с Австралией и с Германией. Ну, я специально выбрал Германию, хотя можно любую было страну выбрать. То есть, если два человека договорятся и начнут снимать звездное небо по секундам, то они увидят одно и то же небо. Мне кто-то написал, что разница в 12 часов, поэтому либо в одной стране, либо в другой будет день. Но для мощных приборов, даже вот есть ролик на ютубе, где парень с какой-то камерой Луну приближает с зумом просто днем. То есть, для него не существовало, для этого аппарата не существовало помех. То есть, все упирается просто в технику. Если техника мощная, то и днем можно увидеть звезды, потому что они есть. Звезды мы не видим не потому, что их нет, а потому что солнце не дает глазам, нашим глазам их увидеть. Я говорю, я не знаю, вот тогда, когда видео посмотрел, не знаю, как оно там было, где-то говорил все про сотов, что мы абсолютно все сотов, вот, кожа, говорит, посмотрите, на руки, все сотов. Действительно, оно так и есть. Я вот тоже, вот, немцы, как говорил на работе, вот так-так, говорю, посмотри, ну все же сотов, даже кожа у нас сотов. Он смотрит, блин, говорит, знаешь, вот я когда, говорит, маленький был, вот у меня всегда эти вопросы это. У меня были, когда у маленького были эти вопросы, блин. И знаешь, он тоже вот, блин, говорит, а есть это по-немецкому? А как послушать его, типа? Я говорю, ну подожди, может будет выйдет скоро по-немецкому. Я говорю, я тебе с удовольствием дам. Я говорю, послушай. Он видно, что интересуется, знаешь. Он говорит, блин, у меня, говорит, раньше так было, столько вещей, о которых раньше задумывался по детству вообще, а во как. Все это куда-то на второй план ушло. А сейчас он, когда взрослый, он понимает много вещей, да, и он начинает вспоминать, что он еще маленьким об этом думал уже. Знаешь? Он, типа, действительно, да, ну даже малина, да, вот это же все, лист, любой, возьми, оно все и сотни. Ну абсолютно все. Да, я говорю, тут даже, я не знаю, это действительно надо быть, ну, дураком, ну, дурак, это даже, как говорится, хорошее слово. Это еще хорошее, да, комплимент. Да, это, как говорится, ну не знаю, как можно таким быть, что вот действительно вот перед тобой вот ложат на лист, а человек вот не видит. Вот хоть ты что сделал, нет и все. Есть, конечно, такие, которые не хотят понимать, которые просто вот отрицал, и все, знаешь. Есть такие. Да, есть две категории. Есть, есть просто буром идут, хотя внутренне чувствуют, но они почему-то боятся перед самим собой выглядеть глупым, самому себе доказать, что все эти годы ошибался. А это же самая большая проблема. А есть люди, которые искренне, да, понимают, я их называю середняками, то есть, которые не знают, к какому лагерю прибудут, то ли к сотовому миру, то ли к маленькой круглой земле. Я говорю, я не знаю, у меня как-то вот, я говорю, хотя Левашов никогда вот так вот не говорил, да, вот он много знаний дал, много там, как говорится, стал понимать после его этих, а вот как-то сотовой земли ничего не затрагивалось. А вот у тебя как вот услышал от тебя сотовая земля, вот это все, фотографии все, посмотрел, как она выглядит, знаешь, ну не знаю, вот, мне не надо доказать, действительно, вот, оно как-то легло, знаешь, я принял, как будто оно так в сушесе было, знаешь, не знаю почему, но вот, действительно, мне вот как-то, ну не надо доказать, то есть. я вот уже говорю посмотрел вокруг все действительно сотовое почему если мы сотовый ягоды сотовый почему земля должна быть такая же живая да вот юра не не юра макс беляев он как бы чуть-чуть модель мою принял чуть-чуть в каком ракурсе он допускает что есть за антарктическим кругом новые земли но он предполагает что это находится на плоской поверхности то есть понял как бы получается лист бумаги а на этом листе бумаги много-много земель но вселенная не терпит не как дурацкое слово на ходу просто нет другого не могу подобрать не не законченности не незавершенности то есть где-то все равно должно это как бы это состыковаться но нет уж у нас плоского сердца там плоской печени то есть и так же и земля она не может быть это плоская на все равно где-то должна состыковаться малая в большом большое в малом и так и вверх до бесконечности я сейчас моя ирина благоверная вышла я всегда говорю сидит у тебя на носике маленький там микробик а у него как говорится мысли в голове интересно планета на которой я живу то какая у него тоже это мысли душа то есть чувства и также же в нем самом этом микробики есть мир это я к тому подвожу что мы настолько мало знаем что можно даже не вверх идти к богам а даже вниз углубляться до бесконечности у клетки как как я в одном ролике пошутил там где кто-то комментарий сказал у клетки свои клетки или как то так короче то есть клетка имеет свои клетки не опускаться имеется ввиду в знаниях что меньше нас есть еще меньше но они также имеют интеллект и у тех меньше есть еще меньше и это идет настолько глубоко что просто наш современный мозг просто не в состоянии эту матрешку осознать что там миллиарды но по нашим чтобы легче воспринимать было просто цифры используем миллиард вниз может идти то есть есть в какой-то степени очень маленькое существо которое все равно имеет душу разум и так далее вот а вверх там вообще там еще еще страшнее там и ужаснее там вообще неописуемо поэтому да не для красного словца мне очень приятно тебя слышать что я часто сталкиваюсь что я настолько все упростил и очень доступной форме и без всяких наворотов просто излагает всю информацию которая ложится очень многим людям на душу да да слава правда вот ты говоришь я не знаю мне легко тебя слушать знаешь как-то это доходчиво все знаешь просто простыми словами доходчиво как говорится доходит быстро игры я в жизни ни одной книги никогда не читал пока в школе там учился я вот единственное в армии тоже был на дальнем востоке в это здорово возле благовещенска дома это в амурской области два года я служил перед тем как в германию ехать и это вот в германии там как говорится вот уже год мы сами старше стали сам призыва больше не было как дембеля да можно сказать и как говорится сам знаешь время больше появилось да никто не гоняет ничего это вот начал как-то книги в этот читать там политические там туда и сюда и ну как-то книгами увлекся и дальше 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 больше игру мне образование 8 классов да а по иной раз начинаешь из этих всех лекций что его лимашова читал тобой все твоими сейчас видео как говорится занимаюсь смотрю все это пытаясь переварить все это с людьми просто начинаешь рассказывать люди блин у меня вот сестренка двоюродная здесь живет учителем школе работала это же вот такие элементарные вещи начинающие с раскатана хихихаха хихихаха ты уже горько нишину наталью моё ты же группы с образованием они я тебя должно быть не все наоборот дело том что таким людям и я думаю нас больше портанула так называемые люди которые в школе не учились посещали не имели никаких там высших образований мы не захламлены уже наукой поэтому мы открыты и чистые для истинных познаний а те люди которые были скажем так очень прилежные вот единственно у меня вот друг есть это саша смирнов вот он наверно исключение из из всех отличников он там как бы на золотую медаль шел но все-таки как говорится и у них есть исключение он с интересом слушает мои ролики не пропускает то есть он в основном отличники они не примут эти знания потому что когда грубо говоря примитивно скажу в мозг засунули огромное количество левой информации то уже нужна информация как по канон долю когда шерлок холмс горит вы понимаете ватсон наш человеческий мозг это маленький сундучок играть я вложу в него именно то что мне нужно то что мне не нужно и не наложу поэтому скорее всего люди которые хорошо в школе прилежно учились выучили все на на зубок в институтах в разных учебных заведениях они не в состоянии принять истинные знания но и опять же среди них есть исключение как мой друг саша он же как бы и бывший мой одноклассник который настолько с интересом все это слушает настолько это ему нравится вот и вообще он как бы удивлен что сколько он мне лет знал там все даже 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 родители мои даже не предполагали какую тайну я храню все эти холоды хранил но когда я начал это они как раз тогда были на даче и как бы они еще не знали о моем восхождении вот но первое папа он как бы приезжал чаще там то малинки то там яблок привезет я ему показал уже ролик это когда сереже тарасовым сделали сотовой земля он такой ух ты горит надо горит всем знакомым его показать чтобы как можно больше людей узнала вот он что-то как посчитал что так она на самом деле есть и и других вариантов вообще не да 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 вот баба которая перечитала книг больше чем чем проще сказать там 10 библиотек она она шуте дарит ну вот андерсона родили людям сказки рассказывают которые ничего не имеют общего с истинной моделью как как людей хитро это ввел заблуждение шахте я снисходительно улыбайся понимаешь вся беда это наука и большое поглощение книг которые нас зомбировали даже уже художественные книги даже вот жюль верна специально создала французская редколлегия это под эгидой жюль верн писала там 15 сценаристов и причем еще в советском фильме это попытались оправдать почему он за короткий промежуток времени писал огромное количество книг он там в фильме в семисерийном как это в поисках капитана гранта говорит своему собеседнику вы знаете я просто очень умею работать я просыпаюсь пять утра и работаю до обеда работой обедаю я очень поздно вечером то есть попытались высчитать а если и правда взять все книги вот так просто математику я отдать и он рассчитает то скорее всего человек не в состоянии был написать такое большое количество трудов и люди вдохновляясь его книгами есть же много книг книг которые грубо говоря на заказ были за написаны 80 дней вокруг света это специально чтобы показать что земля маленькая кругленькая вокруг нее этот мистер fox или fog я уже забыл облетел потом дети капитана гранта опять же показать что они плыли искали этого капитана на круглой земле и так далее то есть это все заказное и люди которые с малых лет пропитались этой информацией ее приняли а у меня в 15 лет была любимая книга я и заболел и я не думал что я косвенно пройду 50 процентов пути главного героя а может небесная канцелярия и даст и остальные 50 процентов пути пройти я очень был восхищен граф манте-кристо меня поразил сюжет что человек был много лет заточении и накопил колоссальное количество знаний а потом все-таки смог эти знания скажем так применять да еще там полгода назад когда как я говорю не входил в историю я вот часто думал пройду или его путь но часто я уже спокойно про это говорю то есть я тоже грубо говоря был 20 лет в душевном заточении и все таки мне удалось это как графу манте-кристо это скинуть оковы и начать вещать и при этом просто светиться от счастья ну да ты получаешь удовлетворение от того что ты видишь что ты не зря да понимаешь что ты не зря ждал что есть те кто слушают что те кто понимает да в общем виталия в двух словах по разного рода характера наверное это по досвиданька им ся вот я все равно буду на связи час 10 минут 22 секунды нет не слышал он вроде как разработал тоже чудо как там можно совершенство но это мне надо сюда ссылки кидать там на youtube на канал или на статьи потому что часто не сказал я услышал а если ссылка будет на сайте я пройду посмотрю но я же говорю если если лектор услышал про сотовую землю и начинает ее отвергать но мы мы даже можем дать месяц два но пускай полгода но если через полгода и через полгода он будет стоять на своем все это не это уже не лектор это прожектор потому что но невозможно и истину отрицать поэтому это сотовая земля это хороший тест но бог с ними не славяно-язычными вот со славяно-язычными это конечно большой грех если люди не 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 могут это принять там уже много причин или зомби или биороботы или не проснувшиеся то есть сотовая земля это тест как лакмусовая бумага называется если не говорился да и главное напомним про пресловутого гитлера который отправился на подводных лодках соседнюю до соту и можно вспомнить события когда адмирал берн в каком там пятьдесят шестом году или тоже что он отправился в соседнюю соту и вообще таких примеров много когда люди отправлялись соседнюю соту и это можно найти сейчас в интернете ну все рад был знакомства спасибо благодарю виталия благодарю до созводчика я тоже как бы вижу что ты светлый человек это не для красного славца потому что мы с тобой очень душевно побеседовали вот всего доброго и до новых встреч так сказать беседах и и может быть даже в германию когда-нибудь проеду все хорошо все все замечательно все витали счастливенько счастливенько